Итоги уходящей среды В поисках мира Красный Крест продолжает оказывать помощь украинским беженцам Как внести свою лепту Каникулы в Приднепровье В Могилевской области активно развивается агроэкотуризм На что стоит посмотреть А также экологичная упаковка Проездной билет И майский уикенд Белорусов ждут длинные выходные Какой день придется отработать? Любить или воспитывать В Бобруйске прошло городское родительское собрание На вопрос ответили представители УВД, МЧС и прокуратуры Акцент на ответственном поведении и успешной социализации ребенка Каждое третье преступление среди несовершеннолетних – хулиганство О трудном возрасте Карина Гуревич Успешное будущее нации во многом зависит от молодого поколения, которое растет в любви и безопасности, а обеспечивать детям комфортную жизнь и способствовать их социализации в первую очередь забота взрослых Именно об этом шла речь на городском родительском собрании Тема важная, актуальная, особенно в преддверии летней оздоровительной кампании В городском родительском собрании принимали участие представители органов внутренних дел Учреждения здравоохранения Бобруйского гороиздела по чрезвычайным ситуациям Бобруйской городской организации «Освод» Всего в зале присутствовало более 130 родителей Тематические игры и уроки – отличный способ Просто и понятно донести детям правила безопасности В Центре ДОП образования для родителей организовали интерактивную выставку Показали, как приучить малыша очистить зубы и мыть руки Соблюдать ПДД и не играть с огнем Дали и несколько полезных советов Не оставлять детей от них без присмотра Если малолетние дети – однозначно На детской площадке, в песочнице играют Или на каком-то небольшом водоеме Всегда должны быть под присмотром Если же взрослые, то до этого нужно было научить детей Все-таки как вести себя в определенных ситуациях С подростками проблема куда острее Отсутствие родительского внимания и сомнительные компании Приводят к печальным последствиям Один маленький на первый взгляд проступок Оставляет большой след на всю жизнь За 2021 в Бобруйске зарегистрировано 23 преступления с участием несовершеннолетних Каждое третье – хулиганство Но наиболее актуальная проблема сейчас – распространение наркотиков В первую очередь это нужно разговаривать со своими детьми Интересоваться, что у них происходит в жизни, в школе Что им интересно, чем они увлекаются Не весь контент, который можно найти в интернете Подходит для детей и подростков Ни сайты, ни соцсети не несут опасности Сами по себе Однако родители не могут знать наверняка Кто находится по ту сторону экрана И какую цель преследует Загляните в телефон и проверьте Нет ли там сомнительных переписок или приложений Также можно установить безопасную программу, чтобы контролировать контент И знать, чем занимается ваш ребенок Здесь и сейчас Зачастую именно таким принципом руководствуется молодежь А это настоящая находка для дилеров Пример тому – последнее громкое дело об обруйских трафаретчиках Которые успели наследить по всей стране Все началось с объявки Легкие деньги в популярной соцсети Надо всего-то наносить надписи с рекламой на фасады зданий Работа не пыльная И заработок для 22-летнего неплохой Но только на первый взгляд Максимальное наказание в этом случае До двух лет – лишение свободы Что вам предложили? Предложили легкий заработок? Да, на заработок легкий Легкий Но Причет за собой очень плохие последствия Доверительные отношения – первое правило для каждого родителя Дети, как пластилин, легко поддаются внешнему воздействию Чьи советы и помощь будут влиять на их жизнь Решать вам Карина Гуревич, Станислав Чечерин Бобруйск, 360 Чужая беда как своя Беларусь продолжает оказывать помощь беженцам Только за последние сутки к нам прибыло 150 украинцев В пунктах Красного Креста нуждающимся предоставляют одежду, обувь, средства личной гигиены, продуктовые наборы и кухонные принадлежности Тем, кто планирует здесь остаться надолго, содействует с трудоустройством и поиском жилья Бобруйску гуманитарную помощь только в Первомайском районе получили 14 человек Продуктовый набор нам дали, много вещей, очень много можно выбрать, разные от детского до взрослых Я надеюсь, что все здесь получится и вообще я рассчитываю здесь остаться, если честно сказать Мне очень нравится город Бобруйск, это великолепный, чистый, это просто я без ума Сбор средств для оказания помощи гражданам из Украины продолжается И мы готовы принять помощь от населения, от учреждений, от предприятий нашего города Подробную информацию можно узнать на сайте госполкома, либо по номерам телефонов, которые вы видите на экранах Вещи принимают по адресу социалистическая 76 Многоразовая сумка, длинные выходные и новая цена В Беларуси подорожал проезд в общественном транспорте Почем билет? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларуси выдано более 100 тысяч земельных участков для строительства индивидуального жилья Специалисты уверены, именно за такими домами будущее, так как комфорт имеет превалирующее значение Несмотря на то, что квартиры дешевле, профильное ведомство оценивает развитие стройрынка как динамичное Возведено уже четверть от объема госквадратов Минприроды и Белкапсоюз заключили соглашение о сотрудничестве по снижению использования неразлагающихся пакетов и контейнеров Заменить их предлагают экобезопасной тарой из стекла, бумаги, ткани Важная роль отводится торговым сетям Они формируют спрос на упаковку поставщиков и потребителей В стране ночью 22 апреля могут не работать карточки Перебои не исключены с 3.20 до 6.30 В этот период пользователи не смогут снять деньги с банкомата Воспользоваться устройствами самообслуживания и рассчитаться в магазинах или на заправках В Беларуси подорожал проезд в общественном транспорте Цена выросла на 10 копеек Сейчас квиток в Бавруйске стоит 80 Карточка на автобус или троллейбус на месяц обойдется в 35 рублей 5 копеек За декадный проездной придется отдать 12.32 Билеты по прежним тарифам действительны в течение 30 суток Беларусов ждут длинные выходные Нерабочими будут 30 апреля и 1, 2, 3 мая Однако за понедельник придется потрудиться в субботу 14 числа Кроме того, с 7 по 9 объявлен еще один дополнительный уикенд Организации в зависимости от специфики могут переносить рабочие дни в другом порядке От Пчелиного царства до Сырной долины Корреспонденты Павруйск-360 отправились в пресс-тур по Приднепровскому краю В год исторической памяти внутреннему туризму особое внимание В восточном регионе есть на что посмотреть Десятки агроусадеб, памятники архитектуры и природные источники Продолжит тему Максим Кембель Славгородский район, деревня Лесная Этот населенный пункт известен еще 17 века Но настоящую славу приобрел в 18-м 28 сентября 1708-го На этом месте русские разбили шведов Шла Северная война После Петр Первый скажет Битва на Белорусской земле стала матерью Полтавской победы Сейчас о тех событиях напоминают памятники и музей Отлитый из бронзы орел Символ победы русских войск над шведскими у деревни Лесной Притемлился гордый хищник на этом месте в 1908-м В своих когтях он держит лавровый венок и вражеское знамя В том же году возвели храм в честь святых Петра и Павла Выполнен он псевдорусском стиле Основной материал камень Сегодня все объекты объединены в мемориальный комплекс Ежегодно его посещают несколько тысяч человек из стран СНГ и Европы Здравствуйте, здравствуйте Мы рады вас приветствовать на нашей агроусадьбе Пчелиное царство, я королева пчела и трутень Это уже агрогородок Ржавка, того же Славгородского района И тут в прямом смысле медом намазано Хозяева много лет производят полезный продукт В 2017-м начали принимать гостей в программе Интерактивная экскурсия, апеттерапия, то есть сон на ульях Мастер-класс по изготовлению свечей, из ващины и многое другое В 2021-м здесь приняли больше двух тысяч человек Надо любить то дело, которым ты занимаешься, понимаете Если ты не будешь это любить и не будешь вкладывать в это душу То смысла нету Если просто ты будешь за какую-то прибыль Если мы получаем какие-то деньги, мы все еще дальше вкладываем То надо купить, это надо строить То есть мы все вкладываем еще в свое дело Еще один пример успешного вложения средств и сил Агроусадьба Сырная долина Молочный продукт местных умельцев любят и знают В Белоруссии, России, Азербайджане, Нидерландах, Франции Секрет вкуса прост, только натуральные ингредиенты И все-таки главная жемчужина Славгородского района Голубая краница Памятник природы Он считается самым большим источником в Восточной Европе Голубая краница – место, овеянное легендами Существует поверье, что если трижды перейтируют чей туда-обратно То можно приобрести крепкое здоровье и благодать Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч людей Вояж по Славгороду и району – это всего лишь один из нескольких десятков Туристических маршрутов Могилевской области Сейчас фирма готова предложить различные направления Активно продвигают родное и профсоюзы В том числе помогают многим фермерским хозяйствам заявить о себе Санкциями особо люди наши далеко никуда не поедут Закрыты там страны некоторые И боязно и опасно Я думаю, что в Республике Беларуси есть что посмотреть В том числе на Могилевщине Мы будем, конечно, пропагандировать в первую очередь Это наши родные просторы Внутреннему туризму в нашей стране уделяют огромное внимание Начиная от законодательства, заканчивая финансированием различных проектов Ведь что может быть благороднее, чем прославлять родную землю? Беларуси есть что показать и чем удивить Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Фитнес после 60-ти в Бобруйске прошла региональная Спортландия На базе городского физкультурно-спортивного клуба Состязались пять команд из Кировска и Бобруйска В программе восемь конкурсов От снайпера до полосы препятствий Задачей является в таком возрасте Это сохранить и укрепить здоровье А мы создаем условия для этого Работой нашего центра Все победители получили дипломы и подарки Среди них также спортинвентарь Главный приз, заветный кубок, достался представителям Бобруйска Сразу после нас сирена Моя коллега Кристина Ариан С обзором громких криминальных новостей недели Не пропустите Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok